Хочу, чтобы Россия за все заплатила. Я кожей чувствую тот нерв, который проходит сегодня через все украинское общество. Тот нескончаемый стресс, с которым живет сегодня украинец. Постоянные сводки с фронта, глубоко въевшиеся чувства угрозы, похоронки, неумолимо расползающиеся по всем уголкам страны, слезы, тишине по погибшим, горе, которое, кажется, уже навсегда поселилось в этой стране. Тревога, ставшая нормой жизни. Сегодня стреляли? Как там наши ребята? Чего не хватает? Чем помочь? Но никто не паникует, нет отчаяния. Люди живут, люди работают, люди отдыхают, просто живут при войне, работают при войне, отдыхают при войне. К войне невозможно привыкнуть, ее можно только пережить. И украинцы переживают, мужественно выдерживают все несчастья и невзгоды, смотрят только вперед, потому что любят свою страну. Знают, за что сражаются и верят в то, что стояли и отдали жизни на Майдане не зря. С аннексией Крыма и нападением России разделились многие семьи. Близкие в один момент стали чужими, друзья перестали здороваться, родственные связи почернели и оборвались. Еще вчера сидели за одним столом, а сегодня не хочется даже слышать друг от друга. Война определила, кто есть кто. Но люди перестроились и живут. Внутренние проблемы страны, страх измены, информационная война, атмосфера, в которой существуют сегодня украинцы, очень тяжелая и нервная. Строить свободное государство в условиях войны и оккупации – это дорогого стоит. Но строят ведь, делают ведь. Любят страну не только на словах, а на поступках. Ценят свою землю, ценят свою свободу и никому ее не отдадут. Если хоть раз попытаться понять, что Россия принесла в Украину, что она пытается с ней сотворить своими руками, своим вероломством, имперской похотью, то больше никаких иллюзий по отношению к России не останется. Страна кончена. То есть она всегда была такой, но когда-то уже надо было ставить точку. Любить ее – не за что. Испытывать теплые отношения к ней – это нонсенс. Верить в нее – это глупость. Быть на ее стороне – это потлость. Я просто хочу, чтобы Россия за все заплатила. Больше ничего от нее не хочу и не жду. Земля большая. Она Россией не начиналась. И на ней не закончится. Несчастны те, кто этого не понимают и бьются лбом об стену, разбивая лбы в кровь и ищут в России то, чего в ней никогда не было, нет и не будет. То есть справедливости, гуманности, созидания, правды, свободы и света. Лбы в кровь разбиты, жизни загублены и положены на один большой миф, на пустышку, на ноль. Все напрасно. Россия всегда предаст, всегда подставит, всегда унизит и растопчет любые надежды. В ней всегда празднуется этот вероломный принцип византийства, самой подлой политики, которая была в истории. Она переняла все это с большой охотой и стала достойной наследницей Византии. Надо еще выучить как таблицу умножения и прекращать рефлексировать из-за этого бесполезного куска суши, который уже какие-то века подряд приносит только беды и горя своему и чужим народам, который не рожает ничего, кроме войн, репрессий, насилия и лжи. И если вы на самом деле посмотрите на историю России, то вы скажете, что это действительно так. И сегодня этот агонизирующий, нелепый в своих гротесках и страшный в своей жажде к насилию кусок суши пытается утащить на дно за собой Украину. Не выйдет. Украина сделана из другого теста. И она это доказала. Александр Тверской Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова